Почему-то обращаются к своему читателю, используя слово «магл». А вдруг и волшебница? Ну кто знает, вдруг! Всем привет, Даша! И совсем недавно в покупках я показывала вам книгу приобретённую. Это поваренная книга «Гарри Поттера». Вот она. И сегодня я готова вам о ней рассказать. Начнём с внешнего вида. Обложка, как вы видите, очень красивая, бордовая, с золотыми буквами. Тактильно она приятная, потому что все вот эти вот буквы, они рельефные. То есть, вообще, красота! На обратной корочке, обложке указаны самые главные блюда. Это закуска французский луковый суп от Кики Мера. Основное блюдо его. Основное блюдо, самое лучшее из приведённой книги. Мясной пирог Молли. Классическое блюдо Миссис Уизли. И лучшие десерты – это торт с паттока. Любимый десерт Гарри. И топливные пирожки. Основное меню – Хогас Экспресса. Автор книги – Дина Бухольц. Она разоживает в США. И это неофициальные рецепты. Она сама их подбирала. Сама всё проверяла. Хотя она, кстати, честна, не лукавит. Если какой-то рецепт всё-таки не успела проверить, она честно об этом пишет, что, ребят, на ваш страх и риск вы готовите, потому что я его не успела попробовать. Сами страницы оформлены в виде такого пергамента, пожелтевшие, с рисунками в конце рецепта и в уголках страниц. Эти рисунки могут быть, ну, тематические, из книг. Очки Галли Поттера, пишущее перо, книжка. «Волшебная шляпа», «Шляпа распределения», то есть всё. Но на заведении деда почему-то обращается к своему читателю, используя слово «магл». А вдруг и волшебница? Ну, кто знает, вдруг! К тому же на обложке написано «Для маглов и волшебников». Очень большой минус, что в книге нет содержания по блюдам. Есть содержание по ингредиентам, так называемый индекс ингредиентов. Допустим, у вас есть в холодильнике шоколад, и вы хотите что-то приготовить, но не знаете, что. Просто находите этот ингредиент в индексе и смотрите страницы, на которых есть блюдо с таким вот составом. Здесь шоколад. Содержания нет, то есть оно есть, но по главам. А главы не по типам любимым, например, горячие, закуски, соусы и так далее. А скорее по локациям. Дом тёти с дядей Гарри, дом миссис Уизли, Хогвартс Эспресс, сам Хогвартс и так далее. Начинается книга с полезных советов, и, признаться честно, они меня немножко напугали, потому что он выглядит очень профессионально. И во мне закрался такой, хотя есть опыт готовки немаленький, но всё равно закрался такой страх, что рецепты тоже будут очень такие профессиональные. Но, и, то есть, их будет сложно готовить. Но, к счастью, я ошиблась в этом своём страхе, но да, света немножко пугает. Как выглядит сам рецепт? Конечно, его название, бордовым шрифтом. Ниже описание места в книге, в Патриане, где упоминается блюдо с названием, что конкретно это за книга. Например, «Философский камень» или «Люзенька с Кабады». Именно в какой главе встречается упоминание. Ниже, снова бордовым шрифтом, изображён свиток в свёрнутом виде и какой-то интересный факт о блюде. Например, «Генриета Мария, супруга короля Англии Карла I, заканчивая роскошный завтрак, яйцами пошёл с беконом». Или «Королева Виктория, чтобы проявить силу характера, ждала целый год, прежде чем съесть вот такой кекс, поднесённый ей в подарок». То есть вот такие вот очень обопытные факты. Ниже список ингредиентов, ещё ниже, снова чёрным шрифтом, полэтапное описание готов. А ещё ниже – количество порций, которые у вас получатся. Ну, скорее всего, рецепт вы приготовите не все, потому что каких-то ингредиентов не может быть в магазинах вашего города. В описании рецепта требуются какие-то приборы, которые есть не у каждой хозяюшки. Вот я не знаю, как у вас, а в моём случае книги ведут именно кулинарные, со мной какую-то коварную игру. Вот берёшь иногда книгу, и вот даже если там пошаговое описание с фотографиями, всё, казалось бы, понятно. Начинаешь готовить, и получается «мура». А бывает написано вообще очень коряво, сжато, ни разу не подробно. Иначе не надо же готовить, и просто складываться, и ворту тает. Можно пать за себе, кусать вообще. Такой вкусный день, и всё выходит чрезвычайно и удачно. Я специально, прежде чем снимать это видео, приготовила несколько рецептов, аж 4 блюда из этой книги, чтобы понять, к какой категории она относится. И, к счастью, все рецепты у меня прекрасно удались. На назмерить недостатков книг ещё надо отнести то, что я, например... Надо сказать о моей недостатке, что я посвечала несколько загадочных слов, в значении которых мне неизвестно. Придётся гуглить. Например, крутонный, глюер, темперированный. Да, и перевод не такой, как издательство Росман, поэтому, если вы привыкли именно к такому переводу, как у этого издательства, то вас ждёт сюрприз. И, конечно, тут, может быть, причина не в авторе, а скорее в переводе книги, может быть, переводчик накосячил. Но построение некоторых предложений неудачное и даже неоткровенное нюклюже. Например, упоминается одно блюдо, которое угощал Добби Гарри. И пишется введение к рецепту, что вот блюдо упоминается, когда Гарри подарил Добби носки и скобочка уточнения. Любимый подарок Добби. Ну, как, это немного неправильное построение фразы, как это может быть любимым подарком. Это русский язык не так звучит. Более удачно звучало бы, что это любимая вещь Добби. Так, из достоинств. Вот это вот хорошее описание. Сюда можно отнести наличие индекса по ингредиентам. И, ну, вообще, то, что книга принадлежит к миру Гарри Поттера, имеет какое-то отношение. И, пожалуй, всё. Зато из минусов. Опять же, красивое оформление. Не выглядели, просто, как бы аккуратно вы не обращались с книгой приготовки, капля масла или что-то ещё обязательно на неё попадёт. Ну, не обязательно, но есть такая вероятность. Как бы вы не были аккуратны. Поэтому я, например, когда по ней готовила, я, жалея книгу, приписывала рецепты на листочки бумаги просто. Так, из минусов также отсутствие наличия содержания по блюдам или хотя бы по их типам. Наличие непонятных слов, требований, дополнительной аппаратуры кухонной, прочее, прочее. Поэтому эту книгу я советую приобретать только людям, которые коллекционируют вещи, имеющих отношение к Патриане и всё. Потому что если вы вспомните те слабые места этого издания, о которых я говорила, то вы сами понимаете, почему её лучше не приобретать. Тем более, мне кажется, я видела в интернете возможность скачать эту книгу бесплатно. Если вам, например, хочется готовить блюдо из неё, то проще, правда, скачать из интернета рецепты эти, их распечатывать, интересующие вас, и готовить по вот этой версии. Поэтому покупать я её вам не рекомендую, но тут вы уже смотрите сами. Кстати, помните, я собиралась приготовить рецепты из этой книги. Так вот, я начала уже осуществлять это миломерение. Не знаю, как я далеко зайду, но на моём влоге я уже составила список блюд. То есть, так как автор не удосужил сделать содержание, по блюдам это пришлось сделать не самой. Те блюда, которые я уже приготовила, так вычеркнуто. И рядышком в скобочках даже указано, как они мне показались на вкус. На этом, пожалуй, всё. Я очень надеюсь, что я ничего не забыла вам рассказать об этой книге. Пока-пока и до скорых книг.